Вера Гайворонская каждый день ездит по улице Краснодонской. Говорит, что новые яркие светофоры просто необходимы на таких оживленных городских перекрестках, как этот на пересечении с улицей Физкультурной. Поскольку я на ЛСПД часто езжу, то мне это будет очень удобно. И ночью, и вечером, и всегда. И видно, и действительно, они же, так сказать, ну я не понимаю сильно в этом. Не понимаю, да, но думаю, что это совершенство техники. Новые светофоры, которые постепенно появляются на городских дорогах, достаточно технологичны. И в отличие от своих красно-желто-зеленых предшественников, экономичны. Потребляют меньше электроэнергии, и постоянно менять в них лампочки не приходится. Светодиодные объекты легче обслуживаются, и они более информативны. Новые стандарты предполагают установку дополнительных информационных секций. Есть у нас светофор обычный, который красный, желто-зеленый, понимаете, да, горит. А под ним устанавливается информационная секция, которая сигнализирует о том, что на противоположной улице, ну при повороте направо, либо налево, идут пешеходы. То есть, чтобы водители были внимательнее и осторожнее. В настоящий момент специалисты закончили монтировать новые светофоры. На перекрестке улиц Физкультурной и Краснодонской появились 8 автомобильных и пешеходных светофоров, а также 4 информационные секции. Сначала устанавливаются новые, они зачехляются, потом идет пусконаладка, после пусконаладки уже снимаются старые и автоматически включаются новые. То есть, расчехляются новые, потому что по требованиям дорожного, ну, правилам дорожного движения не может быть светофорный объект отключен, как бы, без включения новых. Старые демонтируются. Сейчас работы по установке новых светофоров в разных районах Самары выполнены более чем на 68%. Всего обновляемых участков по городу несколько десятков. Устанавливают новые светила в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Михаил Гермоленко, Николай Сидоров. События.